Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим о сидрах. А если быть точнее, то поговорим, что же это за напиток такой сидр. Да, так получилось, что сначала вышли видео, как это делать. Да, теперь мы разговариваем, что это вообще за такое. Но на самом деле на создание этого видео меня натолкнули некоторые комментарии, смысл которых сводился к тому, что все это фигня, это газировать не нужно, яблоки там тоже все равно какие, вообще это такой напиток, скажем, очень низкосортный. В принципе, понятно и логично, почему такие комментарии бывают. Мы идем в магазин, смотрим, что стоит на полках, ну и делаем какие-то определенные выводы. Конечно, если мы ходим в магазин, да, видим на прилавках только плодово-ягодное вино, это не значит, что других вин в мире не существует. Тем не менее, даже я, сходив в магазин, да, специально купили то, что было на прилавке. Ну, это обычный, скажем так, магазин шаговой доступности, сетевой. Ну, конечно, если почитать здесь состав, то состав, ну, так себе. Сейчас вам зачитаю, значит, состав вода, сахар, сок яблочный концентрированный, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор, ну, дальше консервант, антиокислитель, карамелизированный сахарный сироп. То есть, понятно, что это напиток, ну, такой, ни о чем. И в большинстве таких магазинов шаговой доступности, в сетевых магазинах, ну, напитки примерно такие, такого качества, но это не значит, что других не существует. И, например, из детства я помню, что сидр продавался, конечно, не в таких бутылках, сидр продавался в бутылках от шампанского, яблочко там было нарисовано, и вот на мою память это было что-то очень вкусное, просто вообще нереально вкусное. Ну, вот это, конечно, да, действительно, это обо что. Но это не значит, еще раз повторю, что все напитки вот такие и других не существует. Да, сидр, он очень демократичен в плане изготовления. Допускается его делать из концентрированного яблочного сока, допускается его газировать искусственно. Но, повторюсь еще раз, существует и другой мир этих напитков. И если поискать в интернете, ну, просто, да, далеко не все магазины поставляют, скажем так, элитные сидры, то можно найти совершенно другие напитки и натурального брожения, и натуральной газации в другой упаковке и сделанные из натурального яблочного сока. Точно так же и сырье, которое используется, да, оно будет влиять. Безусловно, так же, как и виноград. Слушайте, ну, сделать вино из столового винограда и сделать вино из специального винограда, это все-таки будут разные вина, да, и то, и то вино. Но это вина разная. Точно так же и яблоки. Бывает яблоко совсем такое пресненькое, сладенькое, да, бывает яблоко позднее, ароматное, какое-нибудь там ананасное, там и кислота, там и сахар, там и ароматика. Ну, никогда эти напитки не будут одинаковы. И более того, в мировом сидроделе, а вообще, скажем так, ну, самые основные страны, которые сидры производят, это Франция и Англия, сейчас там существуют проблемы вот с этими самыми яблоками. То есть раньше использовали, скажем так, специальные сидровые яблоки, но постепенно эти яблоки вытеснили, скажем так, вот десертные, да, которые мы привыкли видеть на прилавках, большие, вкусные, сладкие, красивые. И вот эти яблоки для сидров не совсем подходят, то есть напитки получаются с меньшим характером. И опять же, существуют определенные стандарты, когда смешивают 4 группы яблок, даже не полезу сейчас в теорию, но там есть горькие, кислые, наверное, кисло-сладкие и горько-сладкие, вот так вот. Ну, сочетания примерно такие. И вот в разных пропорциях их используют для разных сидров, вплоть до того, что есть такое понятие, как горький сидр, где большую часть используют вот этих яблок с горчинкой, где много танинов, и, соответственно, напитка будет, ну, определенный характер. И есть такой журнал, как Индустрия напитков, да, там все это описывают, пишут научные статьи, да, то есть, ну, мировое вот сидроделие, да, отрасль, она озабочена определенными проблемами, даже с тем же сырьем. Ну, неужели эти люди, вот все дураки, да, и можно вообще взять абсолютно любое яблоко, смешать, получить одинаковый результат? Конечно же, нет. Конечно, я не ставлю себе задачу кого-то убеждать, либо переубеждаю, что нет, вот так правильно, так неправильно. Каждый считает так, как хочет считать. Кто хочет получать какую-то новую информацию, развиваться, узнавает что-то новое, ну, в принципе, для вас я все это и рассказываю. И дальше, касательно технологии приготовления самого напитка, мы еще будем рассматривать вот газацию, кстати, сидры есть и тихие, но что важно помнить, что сидр напиток слабоалкогольный, 5-7% алкоголя, и если мы его газируем, то, в общем-то, вот эта самая газация, она является определенным консервантом, да, там создается давление, и, ну, это тоже определенный консервирующий агент. Если мы его делаем в тихом варианте, то сохранить без каких-то дополнительных стабилизационных мероприятий, без хранения в определенных прохладных условиях тихий напиток, нам может быть сложно, ну, либо сложновато, поэтому, конечно, в домашнем варианте все-таки предпочтительно напиток делать газированным. Дальше, технология газации, да, я уже сказала, в сидроделе она допускается разной. Если в производстве там игристых вин есть такой метод и такой, да, а все, что газируется искусственно, не имеет права называться игристыми винами, шампанскими, оно называется по-другому-то, называется газированное вино. Да, то сидр, он и есть сидр. Мы его можем газировать искусственно углекислым газом, можем газировать за счет естественных процессов. И здесь у нас могут быть два варианта. Первый, мы заливаем напиток в бутылку с его дрожжами, да, с его, даже с его остаточными сахарами. И если мы хотим газировать сидр естественным путем, подробно будем это разбирать. Но у нас есть несколько вариантов. Первый, мы ничего не осветляем, ничего не делаем, заливаем недоброду, бутылку закрываем, там идет дображивание, идет газация. Второй вариант, пропустили нужное количество сахаров, ничего страшного, еще в сусле дрожжи живые, тоже не осветляем, ничего, он такой мутненький, добавили сахар, дрожжи начнут его перерабатывать, закрыли, бродит. Третий вариант, выдерживаем сидр, выдерживаем, выдерживаем, там все осветляется, все процессы проходят, потом красивый напиток разливаем по бутылкам, добавляем сахар и дрожжи, как в классическом методе изготовления шампанска. Закрываем и таким образом газируем. Вариантов множество. Точно так же, вот с содержанием сахара, мы можем регулировать газацию, которая у нас получится в бутылке. Мы можем сделать менее газированным, можем сделать таким вот сильно газированным. Чем будет отличаться? Тоже кто-то мне говорил, а вот я сделаю там, запущу углекислый газ, мне так будет правильнее, лучше, у меня будет чистый напиток. Ради бога. Каждый решает, как ему лучше. Никто нам не мешает точно так же сусло, например, оклеить, осветлить, сделать его практически прозрачным, ну, после этого залить в бутылку, если нужно добавить сахар и дрожжи. Но чем отличается искусственная газация от натуральной? Она отличается размером пузырька. При искусственной газации пузырек будет крупный и грубый. Вот я по детству помню, наверное, почти во всех домах были сифоны для создания газированной воды. И вот мне эта газированная вода не нравилась совсем. Вот мне, ребенку на тот момент, мне казалось, что она какая-то колючая, я вообще не понимала в ней смысла. Когда идет газация натуральным способом, особенно при низких температурах, выделяем углекислый газ, он растворяется. Он растворяется в напитке. И потом, часто бывает, что мы, когда бутылку открываем, у нас нет фонтана, у нас может пойти легкий дымок, мы даже можем налить его в бокал, и ничего не будет. А потом начнут появляться пузырьки. И пена при наливе будет более устойчивой. И пузырек будет, он долго-долго будет выделяться. Мелкий приятный пузырек. То есть качество пузырька, оно разное. И вкусовые ощущения напитка за счет этого тоже будут разные. Что делать? Как делать? Каждый решает сам. Одному проще вот так, другому проще вот так. Но тут разная стилистика, да, и мутные сидры, это тоже нормально. Даже есть у них свое название фермерские. И более того, специально в некоторых случаях добавляют, я правда не знаю что, чтобы напиток был мутным. Ну как есть пиво нефильтрованное. И никто не говорит, что фу, это каки. Все знают, что нефильтрованное пиво мутное, и это нормально. Оно такое должно быть. Точно так же с сидром. Может быть сидр прозрачный, может быть сидр мутный. И это не фу, каки. Это нормально. Это его стилистика. Ну а каждый, еще раз я повторяю, и буду повторять, потому что, к сожалению, не все слышат. Каждый решает сам, какой напиток ему ближе. Тут вариантов технологии море. Стилистик море. Хотите делать так, делаем так. Хотите делать так, пожалуйста. Хотите по-другому, ну можно вообще концентрированный сок. Сбродить, сгазировать, ну получим примерно вот такую вот штуку. Единственное, что, ну, в моем мнении, в таком случае проще купить, пойти. Ну, кому-то хочется повозиться, кому-то это интересно. И подводя итог нашему сегодняшнему разговору. С сидрой бывают разные. Да, они бывают совсем вот такие вот, назовем это примитивный напиток. И могут быть гораздо сложнее, гораздо интереснее, гораздо характернее. И само сидрой дели – это широчайшее поле для творчества. От того, какие технологии вы используете, какое сырье вы используете, результат может отличаться. И, конечно, я подчеркну, что сырье, которое мы используем, очень сильно будет влиять на тот результат, который у нас получится в итоге. Конечно, кто-то считает по-другому, ради бога, нет даже смысла тех людей переубеждать. Но из сладкого яблока кислый сидрой вы не получите. И наоборот. И точно так же, когда вот я рассказывала, что не надо никаких разбавлений водой, было, что ай-яй-яй, если вот не хотите испортить желудок, обязательно надо водой разбавлять. Всегда у меня появляется вопрос, зачем? Ну, вот конкретно в Белоруссии яблок более чем достаточно. В этом году вообще просто вот все сады, все сады завалены яблоками. На даче лес завален яблоками, люди мешками просто вносят эти яблоки, выкидывают, потому что им столько не надо. И вариантов там кислых, сладких, чтобы как-то скомбинировать, ну, множество. Просто нужно комбинировать, просто надо научиться с этим работать. И это, ну, по моему мнению, да, это очень интересный на самом деле такой творческий путь, научиться составлять вот эти композиции, составлять эти купажи для получения вот нужного нам и желаемого результата. Ну, конечно, логично, что горькое яблоко даст горечь, сладкое не даст кислоту, да, кислое не даст сладость и все остальное. Ну, и ароматика, конечно же, она тоже будет отличаться. Ну, это понятно, это логично, и об этом говорят, на самом деле, многие об этом говорят, вся сидровая индустрия. И просто, ну, почитайте хоть немножечко, поинтересуйтесь. Очень много статей по сидроделе, очень много вот статей на эти темы. Нам только немножко поискать и поинтересоваться. Ну, конечно, стилистика приготовления тоже, она может быть абсолютно разной, и все можно пробовать, выдерживать. При желании можно и тихие сидры делать, да, то есть не обязательно газировать, но напомню, что там все-таки могут быть проблемы с хранением, надо будет как-то стабилизировать. Ну, и честно говоря, вот когда мы пробовали свой первый результат, понятно, что это было, ну, очень ускорено. Просто надо было попробовать, что же получается. Так вот, конкретно тому напитку немножко газации не хватало. Да, мы не держали его долго, то есть ускоряли, ускоряли, да, но газации там не хватало. То есть вот по нашему мнению, конкретно вот тот напиток, да, конкретно тот состав яблок, вот там кроме кислоты, да, кроме яблочной ароматики, третий пункт это вот газики. Вот тогда это был бы вообще идеальный напиток, если бы там все соответствовало тому, чему бы мы хотели, нашим пожеланиям. Ну, вторая бутылка стоит, я думаю, что достаточно скоро мы ее тоже откроем, попробуем, что у нас получилось. Ну, вообще экспериментов в этом году будет очень много. С этим всем будем пробовать. Экспериментируйте и вы. Поле для творчества широчайшее, можно пробовать все варианты, и во всяком случае я вам советую попробовать несколько разных вариантов, и тогда вам будет проще подобрать для себя что-то, ну, наиболее вкусное, наиболее интересное. И еще раз повторю, что сидр, на самом деле, это не вот, не только вот этот вот дешевый примитивный напиток. Сидры могут быть, скажем так, элитные, да, сидры могут быть хорошими, интересными напитками, ну, и, в принципе, даже цена в магазинах, если вот немножечко поискать, посмотреть, например, сколько стоят французские сидры, сидры естественного брожения, то там тоже цены могут быть такие, ну, не заоблачные, конечно, но существенные. Просто вот ради интереса очень советую поищить, посмотрите вообще, что бывает, что представлено на рынке. Конечно, это не в ближайших магазинах, ну, есть специализированные магазины, которые этим занимаются, да, и которые продают вот такие напитки и продвигают. И напиток этот может быть качественным, и хорошим, и интересным. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда, и мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok